По количеству ранних браков Кыргызстан находится на пятом месте среди 35 стран евразийского пространства. Согласно статистике, примерно 13% женщин выходят замуж до совершеннолетия. Все это негативно отражается на репродуктивном здоровье девушек и зачастую приводит к нарушению их прав. Стоит напомнить, что согласно Семейному кодексу Кыргызстана вступать в брак можно с 18 лет. Рассказывает наш корреспондент в Оргарской области Гульбара Кинчаева. Ранние браки имеют тенденцию к увеличению. По статистике, в Кыргызстане ежегодно порядка 8 тысяч подростков выходят замуж. Такую цифру озвучили представители общественного фонда Айалдар Тинштекбанка на семинаре, посвященном предупреждению ранних браков. Чаще всего ранние браки заключаются в сельской местности, где сильны религиозные традиции, а уровень жизни низок. В Оргарской области лидируют в этом Узгенский, Наокатский и Орованский районы. Там большинство родителей предпочитают выдавать замуж девочек сразу по окончании девятого класса. Однако судьба таких девочек не всегда складывается удачно. Согласно исследованиям неправительственных организаций, 79% таких браков распадаются. Как правило, они официально не регистрируются. Обходятся мусульманским обрядом Нике, который правовой силы не имеет. В результате после развода несовершеннолетняя мама остаётся ни с чем. В кризисный центр Ахджурёк в год за помощью обращаются порядка одной тысячи женщин. Около 30% из них – несовершеннолетние мамы. Поскольку у них незарегистрированный брак, они совсем бесправны, остаются без жилья, без алиментов. Естественно, у них нет ни образования, ни работы, ни права на получение пособия. Я бы назвала их жертвами ранних браков. Законы, регулирующие вопросы семьи и отношения супругов, есть. К примеру, в Уголовном кодексе за нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Но её невозможно применить, потому что зачастую пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы. Если девушку крадут, допустим, или совершают ранние браки, то в официальном порядке никто к нам с таким заявлением не обращается. И в ходе следствия, если есть таковые случаи, в ходе следствия они пишут, что претензий никому не имеют. И по данному факту мы не можем возбудить уголовное дело, потому что они не имеют претензий друг к другу. В 2016 году было зарегистрировано таких фактов, 5 фактов, и в 2017 году один факт. Против ранних браков выступают не только законные медики. По их словам, оптимальным детородным возрастом считается возраст от 19 до 41 года. В более раннем возрасте возрастает опасность смертности и осложнений. Раннее материнство опасно тем, что подрывается здоровье как у матери, так и у ребенка. Потому что гормональный фон полностью не достиг того уровня, который должна создаваться у женщины. И чаще всего осложняется преждевременными родами. Если женщины в этом возрасте от 15 до 17 лет, если рожают, у них около 14% у них рождаются дети преждевременно. В Вольской области в прошлом году было зарегистрировано 97 случаев родов у женщин, не достигших совершеннолетия. По раннему материнству Кыргызстан находится в лидерах среди стран СНГ.